Здравствуйте, добро пожаловать и спасибо вам за то, что присоединились к нам со всего мира. Сегодня у нас есть чрезвычайно важные темы, которыми мы хотели бы поделиться с вами. В связи с этим я хотела бы пригласить Фрэнка рассказать нам больше и выйти на сцену. Наслаждайтесь этим событием с удовольствием. Большое вам спасибо, большое спасибо. Большое спасибо, Мария. Я полностью согласен с вами. Сегодня действительно особенный день. Нам нужно объявить о некоторых вещах, над которыми мы работали в течение нескольких месяцев, а в некоторых областях даже лет. Так что я думаю, что мы живем в очень сложные и интересные времена. Я не собираюсь говорить о геополитической ситуации, даже в ней, если вы посмотрите на проблемы, с которыми мы сталкиваемся в области вычислительной техники на данный момент. Конечно же возникает вопрос, как мы можем безопасно и надежно общаться и сотрудничать с интернетом. Разве сейчас мы не занимаемся более удаленной работой, работая из дома, и мы хотим работать вместе, если вы хотите общаться в чате и общаться. Но мы видим, что большинство этих инструментов фактически централизовывают облачные сервисы в США или Китае, что является проблемой. Следующая задача это, конечно же, искусственный интеллект, и вы все видели новости за последние несколько месяцев. Развитие искусственного интеллекта растет, но, конечно же, оно сопряжено с большим количеством открытых вопросов и проблем. А как насчет размера BBC? А как насчет выбросов код во всеми этими огромными кластерами графических процессоров? А как насчет проблем с дискриминацией? А как насчет проблем с конфиденциальностью? Таким образом, перед нами стоит очень много проблем. Существует также вопрос о СА2-2 и пропущенных вычислениях в целом-в целом считается, что облачные вычисления на самом деле являются одним из крупнейших источников выбросов СА2-2 и способствуют изменению климата, что является огромной проблемой. Поэтому я действительно считаю, что нам, эти специалистам, организациям, занимающимся разработкой программного обеспечения, нужны цели и этические нормы. Нам нужно подумать о том, что мы здесь делаем, чтобы убедиться в том, что создаваемые нами программные обеспечения и решения являются этичными и ответственными. И именно к этому мы относимся очень серьезно, поэтому мы создали краткое видео, в котором расскажем вам, в чем заключается наша цель. Мы считаем, что неприкосновенность частной жизни является одним из основных прав человека, и каждый должен иметь доступ к защищенной связи, свободной от слежки. Мы создаем децентрализованные продукты в качестве альтернативы централизованным платформам. Люди могут выбирать, чего они хотят и где они этого хотят. Открытый исходный код – это единственный способ, с помощью которого пользователи могут доверять друг другу. Это касается их устройств. Мы придаем большое значение устойчивому развитию, защите людей, обществу и окружающей среды. Мы считаем, что доступность является одним из основных прав человека, и технологии должны быть доступны каждому человеку. Для нас очень важно время наших пользователей. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы сделать Nextload простым в использовании. Мы поощряем разнообразие от инноваций до прозрачности и сотрудничества. Работа с нашими сообществами и поддержка маргинализированных групп населения приводит к лучшему результату. Именно так и есть. Так вот, именно этим ценностям мы хотим следовать, и я действительно считаю, что это действительно важно для ответственной компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. И IT-компании в целом. Но давайте немного поговорим о Nextload. Nextload – это, конечно же, очень мощный и безопасный инструмент совместной работы в области конфиденциальности, с помощью которого они могут работать вместе, общаться и общаться в чате через интернет. Я действительно очень счастлив и горжусь тем, что в Excel уже используется множество очень важных организационных решений и множество интересных вариантов использования. Например, компания MS International использует Nextload для защиты своих данных и коммуникаций. Очевидно, что MSK International несет за это ответственность, берет на себя ответственность за обеспечение безопасности бездетных и активистов, а также в местах, которые не очень приятны. Так что такое решение, как Nextload, также важно и здесь. Компания Renoir также использует технологию Nexta. Компания Renoir – это организация, предоставляющая IT-услуги всем университетам Франции, так что ею действительно пользуются миллионы студентов. И это тоже делает меня по-настоящему счастливым. Следующий слайд также очень популярен в тех местах, где часто нет доступа к новейшим и новейшим технологиям, как, например, здесь, в Африке, и, конечно же, в подобных местах. Система Nextload также широко используется в государственных организациях. Так что ключевое слово здесь – Nextload. Таким образом, многие правительственные организации используют Nextload, чтобы иметь решение, полностью соответствующее требованиям GDPR, у него нет логина поставщика. Он с открытым исходным кодом, и данные остаются там, где они должны быть. И последнее, но не менее важное. Он, конечно же, также используется множеством других организаций, которые выполняют удаленную работу или работают из вашего каворкинга или что-то в этом роде. И вы все равно хотите поддерживать связь со своими коллегами и быть продуктивными. И я также очень рад, что компания Nextload в настоящее время признана лидером в области совместной работы, когда мы говорим о локальных решениях. Очевидно, что у нас есть крупные технологические компании, которые являются поставщиками облачных услуг, как я уже сказал, из США и Китая. Но все они представляют собой программное обеспечение как услугу, и если это неприемлемо и вы хотите иметь что-то с открытым исходным кодом, то здесь необходимо следующее облако. Вот в чем заключается причина того, что мы получаем здесь несколько наград. В частности, гордимся премией Cloud Insight Award за то, что в прошлом году мы выиграли первую блоковую премию за три года роста. И это, конечно же, еще одна награда, за которую проголосовало IT-сообщество. Так что я думаю, что это очень приятно для нас. Но давайте немного поговорим о том, что будет дальше. Я думаю, именно поэтому вы и находитесь здесь, где смотрите это видео. Так что сегодня я действительно рад, что мы видим последнюю версию приложения Nextcloud Hub 4. Четвертый Hub это огромный релиз, но на самом деле это самый большой релиз, который у нас был до сих пор. И он включает в себя 10 очень больших улучшений, которые я хочу показать вам сегодня. А что касается первого эпизода, то я хочу попросить вас выйти на сцену и рассказать нам побольше. Спасибо вам большое. Давайте поговорим о дизайне и первом крупном улучшении для нашей следующей аудитории. Итак, мы проводим много времени за нашими компьютерами, будь то для работы или для личных дел. Мы много чего делаем перед нашими экранами. Поэтому действительно важно, чтобы программное обеспечение работало на нас, не мешало нам, и мы чувствовали себя хорошо и привычно, когда его используем. В предыдущем выпуске мы анонсировали Nextcloud Personal. Таким образом, персонал Nextcloud — это новый дизайн и новый внешний вид Nextcloud. При разработке этого и всего остального в Nextcloud мы руководствуемся четырьмя принципами. Первый из них заключается в том, чтобы сосредоточиться на содержании. Мы заботимся о том, чтобы необходимая вам информация находилась в центре внимания, чтобы работа, которую вам нужно выполнить, была выполнена как можно скорее. Во-вторых, это простота использования. Nextcloud должен убраться с вашего пути подальше. Мы верим в разумные значения по умолчанию и в то, что все должно выполняться автоматически, вместо того, чтобы устанавливать эту настройку для каждого отдельного параметра. Третье место — это отличная доступность. Каждый должен иметь возможность пользоваться Nextcloud, независимо от того, пользуетесь ли вы мышью, клавиатурой, программой чтения с экрана. Если у вас есть нарушение зрения, двигательные нарушения, вы сможете использовать Nextcloud. И в-четвертых, вы можете сделать это по своему усмотрению. Для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, очень важно, чтобы у нас была возможность настроить и персонализировать этот опыт. Именно так мы и создаем дизайн рядом с нашим человеком. Итак, вот небольшое краткое описание того, как это выглядит, для тех, кто не знает и не помнит, как это выглядит. Итак, ранее фон, который был виден только на вашей панели мониторинга, теперь виден во всех ваших следующих облачных приложениях. Основное внимание по-прежнему уделяется контенту. Задний план светится в навигационной панели и некоторых окружающих областях. В этом выпуске мы добавили несколько обоев, которые не будут отвлекать внимание. Итак, вот эти обои просты и сдержаны, но при этом выглядят действительно элегантно, когда вы их используете. Так что если вы не хотите использовать насыщенный фон для своего следующего облака, эти бесплатные обои для рабочего стола Destruction предназначены именно для вас. Мы это мы. Конечно же, вы также можете выбрать свои собственные обои, если хотите. Это действительно очень просто. Просто зайдите в настройки, загрузите все, что захотите, и вперед. И более того, независимо от того, какой фон вы выберете, загрузили ли вы его сами, или он предоставлен компанией Nextcloud, цвет вашего Nextcloud автоматически подстраивается под соответствующий цвет. Упс. Вот и все. В этом есть больше смысла. Как я уже говорила, независимо от того, какой фон вы выберете, цвет вашего следующего облака автоматически подстроится под этот фон. Так вот, вот здесь действительно красивый зеленый фон, и цвет следующего облака также автоматически подстраивается под него. Мы также предусмотрели несколько расширенных вариантов тематизации для людей, которые хотели бы нанести белую маркировку на свое следующее облако. Так что ранее вы могли изменить логотип, фон и цвет. Но с появлением этого выпуска вы сможете точно настроить еще больше параметров, таких как округлость внешнего вида вашего Nextcloud, шрифта и многое другое. Это действительно полезно для поставщиков услуг Nextcloud, которые хотели бы создать бренд и настроить Nextcloud для своих пользователей. И как всегда, у нас также есть некоторые улучшения в области доступности, поскольку мы всегда стремимся соответствовать самым строгим стандартам. Мы также немного очистили и упростили пользовательский интерфейс. Например, в разделе «Файлы поля базы данных», представляющая собой область над папками, в которой вы можете ввести описание папки, теперь по умолчанию скрыто. Конечно, если вы хотите включить его, вы можете просто нажать на кнопку «Добавить описание» и начать вводить текст. Таким образом, вы можете использовать это пространство, возможно, для описания папки, чтобы ваши коллеги знали, для чего используется эта папка, может быть для вашего списка дел, или просто для кратких заметок. Так что вы можете напечатать все, что захотите прямо здесь, и это будет видно на экране. Мы также довольно сильно изменили настройки. Теперь эта информация не спрятана в нижней части навигационной панели. Она находится в этом приятном диалоге, где все расставлено по местам, и вы можете видеть именно то, что вам нужно. Так вот, следующий слайд был посвящен личным вопросам. Пользовательский интерфейс выглядит великолепно, к тому же он легко настраивается и доступен. Мы с нетерпением ждем возможности посмотреть, какие фоны вы выберете. А теперь давайте посмотрим на все это в действии с помощью небольшого видеоролика. В этом видео я хочу немного показать вам нашу дизайнерскую работу с тем, как это сделать. В этом выпуске мы представили несколько новых обоев для рабочего стола. Обои прекрасно просвечивают насквозь. Они также регулируют цветовую гамму пользовательского интерфейса. Новшеством является то, что для пользовательских обоев мы также автоматически подбираем подходящую цветовую гамму. Вы можете увидеть цвет подсветки в нашем интерфейсе, например, на значках и файлах. В MaxOffice вы также можете увидеть его на значках меню. Еще одна вещь, на которую вы могли бы обратить внимание, это то, какие рабочие области теперь скрыты по умолчанию. Не волнуйтесь, эта замечательная функция все еще существует. Просто нажмите на кнопку «Добавить описание», чтобы поместить несколько заметок над папкой. Как вы можете видеть, мы продолжаем совершенствовать наш дизайн. Есть еще много других улучшений, которые мы будем поощрять при использовании Nexled. Мы надеемся, что вам понравится пользоваться хабом Хаб. А для того, чтобы добиться следующего значительного улучшения, я хотела бы пригласить на сцену ваших коллег. Всем привет! Я собираюсь рассказать вам о файлах Excel. В основе работы с файлами Alexa лежит программа Alexa Files. Именно ее наши пользователи используют каждый день для синхронизации общих избыточных файлов, где бы они ни находились. Очевидно, что это очень важная функция для использования. Так вот, Lexar Files — это очень мощная система управления документами, которая постоянно совершенствуется. Главная функция, которую мы сейчас внедряем, — это расширенное управление версиями. Таким образом, расширенное управление версиями автоматически сохраняет версии файлов с меньшим количеством файлов с течением времени. А также позволяет сохранить квоты на хранение на холсте в том виде, в каком они есть на самом деле. И когда пользователи хотят сохранить определенные версии файлов, они могут дать этому файлу имя, которое позволит легко найти файл позже и восстановить его при необходимости или просто загрузить файл. Таким образом, если вы работаете с командой специалистов над каким-либо документом, вы можете получить, например, первый черновик, который был, по крайней мере, рассмотрен самой командой. Вам знакомо это название? Мы называем его первый черновик. Позже у вас может появиться заключительный куплет, и даже если позже будут внесены изменения, эти файлы всегда будут сохраняться. Так что вы всегда сможете вернуться к этой версии или загрузить ее отдельно. Нам не нужно так много всего, как в нашей окончательной версии, подчеркните два пункта, и все такое прочее. Вы можете просто держать все под контролем. Так что следующей важной вещью, над которой мы работали, были вертикальные файлы. Около года назад мы внедрили эту функцию для Windows, которая позволяет хранить ваши файлы на сервере и синхронизировать только те файлы, которые вы используете. Но при этом иметь возможность просматривать их все. К тому же эта функция недоступна нашим пользователям макросов. Я думаю, что мы будем довольны этим, потому что она освобождает много места на вашем диске, и вы по-прежнему можете постоянно находить все нужные файлы. Конечно, по-прежнему можно выбрать файлы, которые вы хотите сохранить, если хотите по отдельности. Третье крупное усовершенствование, о котором я хочу поговорить, это централизованное шифрование. Мое сквозное шифрование — это довольно уникальная функция нашей локальной платформы для совместной работы. Это очень важно для меня. Поэтому я попытаюсь привести небольшой пример использования, чтобы получить представление о том, как это используется. А теперь предположим, что вы работаете в одном из сотен университетов, которые используют NextLab в мире. И в этом университете у нас есть студенты и преподаватели, которые постоянно работают вместе под наблюдением администраторов оценки. Мы всегда можем видеть, что делают студенты, когда это необходимо, потому что у них, конечно же, есть доступ к серверу, и поэтому им необходимы данные. Так вот, отдел кадров университета, возможно, не захочет, чтобы системный администратор мог получить доступ к информации. Потому что они, конечно же, работают с очень конфиденциальными данными. Они работают с досье, полученными от сотрудников компании. И поэтому они будут использовать сквозную зашифрованную папку, которой они хранят эти досье персонала. А теперь в этом выпуске мы представляем возможность совместного использования этих папок. Таким образом, члены команды могут совместно использовать сквозную зашифрованную папку. Чтобы они могли работать с этими конфиденциальными данными, не беспокоиться о том, что кто-либо за пределами организации или команды получит к ним доступ. Но даже если сервер будет скомпрометирован, даже если произойдет взлом программы-вымогателя, данные останутся конфиденциальными, доступными только на мобильных, настольных и портативных устройствах членов команды и всегда зашифрованными. А теперь второе главное улучшение, которого мы добились — это введение ссылки на общий доступ. Таким образом, в Nexon появилась функция удаления файлов, о которой многие из вас, вероятно, знают. Теперь появилась возможность удалять файлы напрямую и интегрировать их в браузере в сквозную кредитную папку. Таким образом, HUD публично дает согласие кандидатам на работу, и затем кандидат может немедленно загрузить резюме и запрос в общую сетевую зашифрованную папку команды. И никто не сможет прервать его полностью. Таким образом, если эти два улучшения выведут REN на более высокий уровень зашифрованного радиуса действия и сделают совместную работу более безопасной и конфиденциальной, а также намного проще. А теперь перейдем к четвертому вопросу, о котором я хочу поговорить — это оперативность. Потому что скорость и результативность всегда очень важны для следующего раунда. Следующий хаб в системе всемирной паутины уже работает очень быстро, но всегда есть необходимость ускорить работу, и мы постоянно работаем над этим. Особенно для крупных организаций с большим количеством пользователей эффект от увеличения скорости на 5 или 10% может быть весьма значительным. А теперь перейдем к первой области, о которой я хочу немного поговорить — это ядро четвертого хаба Exile. Таким образом, мы ускорили целый ряд распространенных операций, таких как загрузка приложений, просмотр ваших файлов. Даже несмотря на то, что API требует, чтобы клиенты, чем меньше клиентов, из-за сервера. Все они получили улучшение где-то от 5 до 70%. Я не собираюсь вдаваться в обширный список, но там есть масса всего интересного со всеми подробностями. Но я хочу выделить одну конкретную вещь, потому что команда разработчиков Excel Talk проделала большую работу по повышению производительности. Как вы знаете, переговоры — это платформа для совместной коммуникации, и, конечно же, очень важно, чтобы вы могли быстро переключаться между чатами, что теперь стало в 10 раз быстрее. Но, кроме того, список чатов раньше обновлялся каждые 30 секунд, а это означало, что первая часть всех пользователей немного ждала, прежде чем они смогут увидеть, что может измениться. Но также это повлияет и на работу локального сервера. Потому что, конечно, если у некоторых пользователей в какой-то момент возникнут жалобы на то, что мои клиенты будут сильно нагружать сервер. Потому что у меня было действительно большое количество данных, и мне приходилось все время их считывать. Что, конечно же, дорого обходится серверу, и в этом нет необходимости, если ничего не изменилось. «Таким образом, прямо сейчас изменения будут не только происходить мгновенно, но и обновляться только те реактивные самолеты, которые будут изменены», — сказал он. Так что это беспроигрышный вариант. В настоящее время такого рода улучшения, конечно же, приносят пользу пользователям. Но есть и третья сторона, которая извлекает выгоду из всего этого. Речь идет об окружающей среде. Сотни налоговых служб работают в интернете вместе взятые и оказывают значительное влияние на окружающую среду. А также сможем ли мы ускорить процесс исхода и добиться большего при тех же ресурсах, или сделать то же самое с меньшими затратами ресурсов. Это окажет важное влияние на каждого жителя этой планеты. Поэтому в следующий раз я хотел бы попросить вас предоставить нам информацию о последних событиях и их результатах. Хорошо, спасибо вам, Йос. Так что сегодня я имею честь и удовольствие поговорить о текстах NextCode и коллективах NextCode. А также обо всех улучшениях, которые мы вносим в четвертый хаб. Итак, во-первых, NextCodeText — это наш новый текстовый редактор для совместной работы с возможностями оценки. И мы значительно улучшаем этот процесс, потому что предлагаем вам живые версии. В режиме реального времени мы показываем вам, кто редактирует документы одновременно с вами и людьми, с которыми вы сотрудничаете. Текст в NextCode также является одним из основных компонентов коллективов NextCode. Коллективы NextCode — это наше интегрированное приложение для управления знаниями в рамках хаба. Коллективы NextCode помогут вам отслеживать и документировать все ваши внутренние процессы, а также обмениваться документацией со своими клиентами. И, наконец, это также поможет вам собирать информацию и сотрудничать между командами внутри вашей организации и за ее пределами. Но я действительно думаю, что прелесть NextCodeCollectives заключается в том, что в нем хранятся ваши знания, ваши файлы, ваши данные в открытом и легкодоступном формате. Так что никаких странных, странных закрытых баз данных в специфическом формате нет. Они существуют только там. И вы можете получить к ним доступ через файлы NextCode. Вы можете зайти туда, поработать с ресурсами, отредактировать их, загрузить, поделиться ими и снова переключиться на коллективы в те дни, когда у вас были знания. Еще одна вещь, которую мы довольно легко упростили с помощью четвертого центра, это создание нового коллектива. Это довольно просто сделать. Просто придумайте хорошее название, выберите свой значок, а затем предоставьте к нему доступ. Доступ был удален не только через пользователей, но и через группы и пользовательские группы, которые мы называем кругами в рамках коллективов NextCode. Но я думаю, что самое большое улучшение, которое мы привносим в текст следующего слайда и коллектива следующих слайдов, это интеллектуальный выбор текста. И позвольте мне показать вам, как работает этот интеллектуальный выбор текста. Итак, вы нажимаете на него с помощью косой черты вперед. В результате этого начнется диалог. В этом диалоге вы можете выполнить поиск в своих файлах, выполнить поиск в колоде карт, а также выполнить поиск в базе знаний статей. И это также работает с внешними источниками информации. Так что вы можете позвонить откуда-нибудь издалека, с мастодонта, а также с этого курса. А также мы очень упростили вставку ссылок с карты OpenStreetMap, которая будет генерировать эти ссылки в коллективах NextDex и Nexert. И вот эта функция, этот умный документ действительно связывает все приложения воедино в рамках горячего пола. И вы видите, что он довольно интерактивный. Он чрезвычайно упрощает добавление контента. Так что в связи с этим я хочу еще раз повторить все улучшения, которые мы сделали для того, чтобы отправлять текстовые сообщения коллективам NextLock в виде видео. NextLock Text – это простое в использовании и эффективное приложение для ведения заметок для NextClad. В этом выпуске мы покажем вам курсор других пользователей, редактирующих документ. Эта функция также относится к соединительным элементам. Соединительные элементы – это наша база знаний, с помощью которой вы можете аккуратно упорядочивать документацию. Вы также можете с большей легкостью перемещать страницы по кругу даже в другую папку. Мы также ввели приятный диалог, который поможет вам создать новый коллектив. В состав коллективов добавлено несколько настроек. Например, теперь вы можете настроить, должны ли быть включены режимы редактирования по умолчанию или режим просмотра. Мы также добавили способ быстрого просмотра файлов, из которых составлен коллектив в Тфаса. И, конечно же, теперь из файлов вы можете вернуться к разделу коллективы. Существует множество других более мелких улучшений, касающихся как коллективов, так и текста. Но давайте поговорим о чем-то более важном, о нашем новом умном инструменте выбора. Просто ведите косую черту, чтобы получить к нему доступ. Вы не можете легко вставить какой-либо контент в разъемы. Например, найдите задание из колоды палуба. Конечно же, это работает и в текстовом формате. Поддерживается множество типов ссылок, таких как карты, файлы и статьи, основанные на знаниях. Мы надеемся, что благодаря улучшениям, которые мы внесли в текст и коллективы, вы получите повышение производительности труда. Хорошо, и так все улучшения, которые мы сделали для Hot4 для Nextcloud Text и Nextcloud Collectives, были сделаны нами. И я снова имею честь поговорить о чем-то другом. А именно, Nextcloud Talk. Nextcloud Talk — это наше интегрированное коммуникационное приложение, встроенное в приложение. Это чат в режиме реального времени, звонки один на один, а также групповые звонки в школы. И, конечно же, вы можете проводить свои вебинары с помощью текстовых сообщений. Это действительно прекрасное приложение. У вас там есть свои эмодзи, вы можете создавать опросы, есть возможность предварительного просмотра файлов и ссылок, и, конечно же, размытие фона во время звонков. Там есть все, чего вы привыкли ожидать от современного коммуникационного приложения. Но самая ожидаемая функция, по крайней мере для меня, — это запись телефонных звонков. Да, мы интегрировали запись телефонных звонков в программу Next Hub Talk, и она скоро появится в продаже. Так что в любое время, во время разговора, вы можете начать и остановить запись, и каждый участник будет уверен о том, что вы ведете запись. И когда звонок будет завершен, запись будет передана вам, и вы можете решить, хотите ли вы поделиться ее с участниками, или хотите поделиться ее позже с помощью файлов. Еще одна замечательная функция, которая появится в будущем, — это комнаты отдыха. Комнаты отдыха — это такая мощная концепция, потому что она позволяет разделить большую группу на более мелкие группы для проведения более целенаправленных дискуссий. Так что в следующем выступлении мы упростим эту задачу и предложим вам три способа управления комнатами отдыха. Во-первых, во время следующего выступления вы можете решить, как распределить всех участников по секционным комнатам. Или вы, как модератор, можете решить, где вы хотите участвовать, чтобы находиться в комнате для секционных заседаний, и вы, как участник, — это окончательный вариант. Вы сами можете выбрать, в какой секционной комнате вы хотели бы принять участие. Вы организовали свои секционные комнаты, распределили всех участников, и вы, как модератор, можете присоединиться к каждой секционной комнате. Вы можете просто заходить в нее и выходить оттуда. А также вы можете отправить сообщения во все секционные комнаты. Или же вы можете отправить конкретное сообщение в одну секционную комнату. Все это вполне возможно. И все это, конечно же, легко изменить. Вы можете менять местами участников, добавлять новых участников. Все это возможно. Так что да, мы считаем, что секционные группы — это отличная возможность для проведения совещаний, семинаров и, конечно же, для подобных ситуаций в классе. Да, компания SmartPica также выступит с докладом на следующем слайде. Вы видели, как я демонстрировал возможности программы SmartPica в рамках текста следующего слайда и коллективов следующих слайдов. И они также доступны в рамках выступления на следующем слайде. Но что также возможно, так это то, что вы можете вставлять ссылки из репозиториев, из репозиториев GitLab и GitLab. Вы даже можете выполнить поиск в этих репозиториях, и когда вы найдете нужный тикет, вы сможете вставить его в следующий раздел CloudTalk. В результате чего будет создан красивый информативный предварительный просмотр. Все в порядке, так что мы на этом не остановились. Мы добавили к этому списку еще несколько умных сборщиков урожая. И один из самых умных вариантов выбора заключается в том, что вы можете выполнить поиск в базе данных фильмов. Вы можете найти свою кассету и посмотреть фильм, который хотите посмотреть. Конечно же, достойное приложение для чипов также должно поддерживать функцию хорошего выбора подарков. Поэтому мы добавили туда возможность вставлять GIF-файлы. И это, конечно же, работает во всех приложениях Hub и, конечно же, также доступно в текстовых редакторах Nextcloud и коллективах Nextcloud. Так что мне нужно поговорить еще об одной вещи, которая касается клиентов. У нас уже есть клиенты для iOS и Android, и они действительно отлично работают, когда вы хотите использовать Nextcloud Talk на ходу. У меня действительно отличные новости, потому что сегодня мы представляем вам настольный клиент для Nextcloud Talk. И он предоставляет вам все те функции, с которыми вы познакомитесь и полюбите во время выступления на следующем слайде в веб-версии. В настоящее время он находится в стадии бета-тестирования. Мы рекомендуем вам попробовать его и сообщить нам, что вы об этом думаете. Таким образом, в этом выпуске представлены все улучшения, внесенные в программу Mexico Talk. У нас есть комнаты для проведения секционных заседаний, совместная запись, потрясающая система интеллектуального выбора и, конечно же, наш будущий настольный клиент. Мы были бы рады услышать от вас отзывы и надеемся, что вам это понравится. Позвольте мне завершить эту дискуссию небольшим видеороликом со всеми улучшениями, представленными в следующем слайде доклада. Пользователи Nextdat поддерживают контакт друг с другом во время беседы. Вы можете использовать его для общения в чате, личных и групповых звонков, а также для проведения вебинаров и презентаций. Новинкой в этом выпуске является запись звонков. Как только запись будет завершена, вы получите соответствующее уведомление. Запись представляет собой файл, которым вы можете поделиться с другими участниками, и, если вы хотите, вы можете поделиться записью с другими участниками. Вторая важная функция, которую мы внедрили в четвертом центре, это комнаты для проведения секционных заседаний. Затем вы можете поговорить и разделить комнату для себя, сделать это вручную или позволить людям выбирать самим. Во время секционных заседаний вы можете обсуждать и проводить мозговой штурм, когда модераторы могут перемещаться между комнатами. В конце обсуждения модератор просто удаляет комнаты, и все возвращаются в основную комнату. Так что давайте обсудим результаты нашей обычной дискуссии. Я хотел бы записать ход заседания на пленку. Сейчас, когда я остановлю запись или просто в конце разговора, я передам эту запись в общий доступ. Мел уведомляет меня о том, что эта запись передана мне в общее пользование. Я могу одним щелчком мыши поделиться ею с кем-нибудь в комнате, если захочу. Но это еще не все. Мы продемонстрировали наш интеллектуальный инструмент выбора текста и соединителей, чтобы легко получить ссылку на местоположение или задачу из колоды. Мы также использовали интеллектуальный инструмент выбора для общения, и он может делать все, что можно сделать с помощью текста и соединительных элементов. Но вам может быть интересно, а где же мои подарки? Некоторые из вас предпочитают произносить насмешки, но нам, кстати, придется это сделать. Мы надеемся, что следующая беседа доставит вам удовольствие. Хорошо, на этом мы подводим итог всему, что касается следующей беседы и всем тем улучшениям, которые мы привнесем. Я хотел бы спросить о наших следующих шагах на сцене, чтобы поговорить о следующих улучшениях. Привет, приятно с вами познакомиться. Сегодня я пришла сюда для того, чтобы поговорить о некоторых улучшениях в работе веб-сайта. Вы все знакомы с почтовым кодом Code. Это интегрированный почтовый клиент, который обладает всеми функциями, которые вы ожидаете от такого продукта. Первая функция, которую мы реализовали в этом выпуске, это поддержка SMIM. Насколько я знаю, не SMIM. Это технология шифрования электронной почты, которая в основном используется в крупных организациях и правительствах. Мы также добавили это в дополнение к поддержке ГПТ, которая у нас уже есть на другом узле. Следующим большим улучшением, которое у нас есть, является следующее. Извините, списки управления доступом, общий почтовый ящик с списками управления доступом, список контроля доступа. Это позволяет вам совместно использовать почтовый ящик с другими пользователями вашего экземпляра или позволяет команде совместно управлять почтовым ящиком. Например, службой поддержки или отделом продаж. Как вы уже догадались, у почты также есть функция интеллектуального выбора. Теперь вы можете выбирать GIF-файлы, колоды карт, коллективные изображения. В разделе почта вы найдете это по самой верхней и нижней ссылке. Это называется рекламная ссылка. Следующая функция, которую мы добавили, это текстовые шаблоны. Это особенно полезно, если у вас есть заранее написанные текстовые строки, которые вы хотите использовать несколько раз, например, в службе поддержки. Это позволяет вам более эффективно управлять подразделениями. Это также работает в коллективах, в тексте и во всех видах экспорта. Это касается и приложений. Мы на этом не остановились. Это Диек, наш менеджер проекта по Канбану. Вы уже догадались об этом. Сюда же попадает и самый умный специалист по подбору персонала. Вы можете использовать интеллектуальный инструмент выбора колод карт Excel. И в этом видео вы можете увидеть, насколько это просто, например, ссылку на документацию, над которой вам нужно поработать. Все в порядке, все в порядке. И к тому же у нас есть еще много других возможностей. Например, теперь у нас есть приложение к календарю. Вы можете прикреплять файлы, и мы увидим их в приложении календарь. А также мы добавили поддержку к соу для почты, чтобы обеспечить хорошую поддержку Gmail и Outlook. Еще одна функция, о которой я хотела бы поговорить, это функциональная совместимость. А теперь, возможно, некоторые из вас захотят использовать продукты Microsoft параллельно с Nextcloud. Для этой цели мы создаем приложение совместно с нашим партнером-отправителем, соединителем обмена данными Nextcloud. Это позволит вам подключаться к контактам вашего календаря. Почта уже работает. Вы можете подписаться на пиццу сегодня в нашем блоге, так что мы всегда будем рядом, если вам интересно. Сейчас я попрошу Мишу выйти на сцену. Хорошо, так что давайте поговорим о следующем крупном улучшении для следующего четвертого облачного хаба, а именно о следующем запуске социальных сетей. Так что все мои люди общительные. Человеческие связи — это такая неотъемлемая часть того, как мы работаем. Но я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что при удаленной работе поддерживать тесные личные связи со своими коллегами может быть немного сложнее. Именно поэтому мы создаем социальную сеть Nextcloud. Социальная сеть Nextcloud — это внутренняя социальная сеть, в которой вы можете общаться со своими коллегами. К тому же она очень проста в использовании. Просто делитесь с нами всем, что происходит. Например, может быть, вы сможете поделиться фотографиями корпоративного ужина или интересной статьей, которую прочитали за выходные. Вы также можете следить за своими коллегами и узнавать, чем они занимаются и чем делятся. Может быть, они поделились своим еженедельным отчетом о результатах своего вебинара. И, конечно же, ваши коллеги также могут следить за вами и прямо из вашего профиля просматривать все то, чем вы делились. И, конечно же, мы создали все это с использованием открытых стандартов. Социальная сеть Nextcloud полностью построена на платформе Activitipop. А это значит, что при желании к ней также можно получить доступ извне. Вы даже можете подключить ее к Fadiverse, а также получить доступ к ней с сайта Mastodon. Но, конечно, это возможно только в том случае, если она включена. Вы также можете хранить ее только в пределах вашей организации. Так вот, вот она у вас и есть. Nexel Social — отличный инструмент для создания и поддержания личных связей и связей как внутри вашей организации, так и за ее пределами. Так что давайте также поговорим о следующем усовершенствовании заметках Nextcloud. Так что мы все будем делать заметки. Вы знаете, я использую его на своем телефоне для составления списков покупок. Может быть, мы используем его на наших личных ноутбуках для ведения журнала или чего-то в этом роде. Или на наших рабочих ноутбуках для составления списков дел. Так что на самом деле мы повсюду пользуемся записными книжками. Но, учитывая текущие рыночные условия для приложений Notes, существуют такие крупные компании, как Google, Apple и Microsoft, у которых есть вся эта личная, конфиденциальная, конфиденциальная информация о нас. И мы хотим это изменить. Именно поэтому я рада объявить о том, что мы сотрудничаем с нашим сообществом, чтобы сделать Nextcloud Notes гражданином первого класса. Существуют приложения для iOS и Android, которые можно совершенно бесплатно скачать из магазина приложений. И как вы и ожидали от Nextcloud, они безопасны, надежны и процветают благодаря этому. Мы также внесли значительные улучшения в веб-версию Nextcloud Notes. Теперь она создана с использованием текстового редактора Nextcloud Text в качестве текстового редактора. И вы знаете, что это значит. В Nextcloud Notes также есть функция интеллектуального выбора текста. Так что помимо всего того, что вы видели с помощью интеллектуального выбора текста, он также поддерживает видео с YouTube и PiorTube, и как вы видели, он очень прост в использовании. Просто найдите все, что вам нужно, выберите нужное видео, и вы сможете воспроизвести его прямо там. Вот оно и перед вами. Nextcloud Notes — отличный инструмент для создания заметок на ходу, и мы надеемся, что у вас будет потрясающий опыт использования Nextcloud Notes на всех ваших устройствах. А теперь я хотела бы поприветствовать вас, вернувшихся на сцену для очередного серьезного улучшения. Спасибо вам большое. Итак, я хотел бы поговорить о таблицах Excel. Сделав небольшой шаг назад, мы все знаем, что индустрия программного обеспечения переходит в облако. И все больше и больше компаний пытаются увлечь клиентов за собой и более или менее заставить их работать как можно больше. Потому что вот эти данные относятся к текущим доходам компании. Существует такая степень привязки к поставщикам, о которой большинство компаний могут только мечтать. И хорошо, если вы контролируете данные клиента. Вы также можете сканировать их, возможно, вы можете обучать на них. У вас есть масса информации, которую вы можете использовать для улучшения своего бизнеса. Но, конечно же, всем покупателям это кажется менее приятным занятием. И мы видим по всей отрасли, что есть множество компаний, которые действительно не рады потерять контроль над своими данными. В настоящее время Microsoft является одной из компаний, переходящих в облако, особенно SharePoint. Вот о чем я определенно должен упомянуть. Потому что все больше и больше компаний спрашивают нас об использовании xCloud в качестве альтернативы SharePoint. Так вот, к счастью, у нас действительно появилась отличная альтернатива SharePoint. У нас есть множество возможностей для управления документами, которыми обладает SharePoint. Все, о чем я упоминал сегодня, это создание личных или групповых папок, которые позволяют совместно использовать группы в списках управления доступом. И у нас есть масса других возможностей, таких как полнотекстовый поиск, автоматизация и гибкий поток данных. Множество других возможностей, которые делают нас действительно хорошей заменой этому. Таким образом, многие наши клиенты уже используют для этой цели систему NextFlat. Так вот, сегодня мы переходим к следующему шагу, потому что то, чего вам не хватало, и заключительная часть предложения, так сказать, основывалась на структурированных данных. И именно здесь на помощь приходят таблицы Excel. Таблицы Excel позволяют вам составлять такие списки. Списки клиентов, обзоры, инструменты планирования проектов и так далее. В них люди могут сами управлять всем этим. Они могут выбрать шаблон, просто добавить свои собственные шаблоны, насколько это возможно, а затем они могут заполнить все данные. Они могут добавить свои собственные столбцы, если захотят. Они могут поделиться ими со своими коллегами, экспортировать их в формате CV. В основном, имеют все основные функции, которые также перечислены в нашем списке SharePoint. Так оно и есть. Таким образом, мы уже поддерживаем множество типов данных, таких как двоичный файл без выбора, форматированный ввод текста, дата и другие ключевые функции. И мы действительно, ну, как я уже сказал, часто слышим об этом от клиентов. И поэтому следующая таблица фактически разрабатывается совместно с рядом клиентов из государственного сектора Германии. И мы стараемся сделать так, чтобы он мог делать все то, в чем они нуждаются. И, конечно же, мы приглашаем других клиентов, потенциальных клиентов и пользователей внести свой вклад и помочь нам сделать это действенной заменой этим функциям. Так вот, мы разговаривали со многими клиентами. И, как я уже сказал, есть много компаний, которые сталкиваются с точно такой же дилеммой. Они до сих пор не знают, как ее решить. Ознакомьтесь с информацией о следующей миграции доткомов. Мы предлагаем услуги по миграции с SharePoint на Nextcloud. И вы можете узнать больше об этом на нашем веб-сайте. Сейчас, конечно же, мы говорим о SmartPicker. И таблицы Excel действительно могут быть вставлены в наши документы, в текст, в коллективы, в почту, в разговоры. В уязвимые места, где работает SmartPicker. Вы можете вставить следующую таблицу файлов в любое время, когда вам это нужно. Поэтому всем организациям, которые хотят восстановить или сохранить контроль над данными, ознакомьтесь с таблицами Excel, а теперь займитесь временной задачей. Позвольте мне подробнее рассказать вам о нашем девятом крупном улучшении, которое касается нашей программы развития и интеграции. Как же нам сделать Nextcloud более полезным для вас? Как нам гарантировать бесперебойный пользовательский опыт? И как нам сделать так, чтобы каждый мог развиваться на базе Nextcloud? Давайте начнем с небольшого экскурса в историю компании. Шесть лет назад Nextcloud был всего лишь решением для синхронизации ваших файлов и обмена ими. Мы поняли, что вам нужно не только иметь файлы, но и что-то с ними делать, например, редактировать или отправлять по почте в виде вложения. Именно поэтому мы разработали Nextcloud Hub, в который вложили средства в такие решения, как контакты, календарь, колода почта, разговоры и офис. Во время интеграции с программой Collabate Online, которая позже стала офисом Nextcloud, наша команда поняла, что вы никогда не используете Nextcloud изолированно. Скорее всего, параллельно с Nextcloud вы используете и другое программное обеспечение. Стратегия компании Nextcloud с открытым исходным кодом однозначно позиционирует наш проект как интегрирующийся с другим программным обеспечением. Особенно с другим программным обеспечением с открытым исходным кодом. Мы уже разработали множество интеграционных решений с другими программами. Благодаря хорошему портфолио интеграционных решений, мы увеличили количество вариантов использования Nextcloud. Мы заботимся о том, чтобы обеспечить хороший и бесперебойный опыт работы. А также предоставляем сообществу возможность разрабатывать те функции и функциональные возможности, в которых они нуждаются и хотят. Позвольте мне сначала рассказать вам больше об интеграциях, которые мы разработали для этого выпуска, а затем я расскажу вам больше о нашей следующей программе облачных разработчиков. Первая интеграция, которую мы разработали, это интеграция с компанией MyRow. Мы знаем, что многие из вас используют MyRow рядом с Nextcloud. Компания MyRow является лидером на рынке услуг по созданию интерактивных досок для совместной работы. И когда вы включите наше приложение, вы сможете просматривать свои доски объявлений, а также создавать новые доски прямо из интерфейса Nextcloud. После этого, когда вы их откроете, вы будете перенаправлены на страницу MyRow. А затем из интерфейса MyRow вы можете отправить общедоступную ссылку на свою доску объявлений непосредственно в платную комнату, чтобы все участники вашего общения могли присоединиться к доске объявлений. В настоящее время у Нира есть одна большая проблема, связанная с тем, что Нира представляет собой централизованное решение. Так что, если вы хотите продать решение для размещения белой доски, мы также интегрировались с программой Colorboard. Функциональность интеграции с программой Colorboard очень похожа на интеграцию с MyRow. Таким образом, вы можете составлять список, просматривать и создавать доски объявлений для Nextcloud, а также отправлять общедоступную ссылку на свой разговор с помощью Colorboard. Еще одна интеграция, которую мы разработали, — это интеграция в Слепую. Blind — это групповое программное решение с открытым исходным кодом. Эта интеграция подключается к следующему облачному хранилищу данных, так что вы можете отправлять вложения и ссылки на общедоступные ресурсы в их решении для электронной почты. Еще одна интеграция, которой мы очень гордимся, — это интеграция с XWiki. XWiki — это Вики-решение с открытым исходным кодом. Благодаря интеграции вы можете просматривать свои Вики-страницы так, как будто это приложение Nextcloud, а также выполнять поиск по их содержимому через единую панель поиска в Nextcloud. А затем мы интегрировали MetalMost — сервис мгновенных сообщений с открытым исходным кодом, похожий на Slack. С помощью этой интеграции вы можете установить следующий файл руководства непосредственно на самый важный канал по вашему выбору. Мы не только разработали новые интеграции, но и улучшили существующие, такие как наша популярная интеграция с открытыми проектами. С помощью интеграции с открытыми проектами вы можете подключать файлы из Nextcloud к рабочим пакетам в открытом проекте. А также в этом выпуске мы добавили две новые функции. Первая особенность заключается в том, что теперь вы также можете создавать эти отношения между файлами и проектами с помощью пользовательского интерфейса открытого проекта. А вторая особенность заключается в том, что теперь вы также можете загружать файлы, если они еще не существуют, из пользовательского интерфейса открытого проекта. Кроме того, появились дополнительные возможности интеграции, которые мы еще больше усовершенствовали Например, мы улучшили интеграцию с GitLab и JITOP Мы исправили различные ошибки, улучшили производительность, улучшили уведомления, а также добавили функцию интеллектуального выбора Так что теперь вы можете просматривать выпуски JITOP и JITOP прямо из приложений Nextcloud, таких как TokiTek Кроме того, мы совершенствуем наши очень популярные системы интеграции с Dropbox, Google Диском и Anadriva С помощью этих интеграций вы можете легко импортировать все свои данные из этих сервисов в Nextcloud всего несколькими щелчками мыши Благодаря этой интеграции мы повысили надежность работы импортера данных Таким образом, мы сделали импортер устойчивым к перебоям в работе Вот и все, что касается всех интеграционных решений, которые мы разработали Но знаете ли вы, что на самом деле очень легко разработать свои собственные интеграционные решения? У нас уже есть более 300 приложений интеграционных решений в нашем магазине приложений Но как же мы можем сделать больше? По крайней мере, в последнюю очередь мы объявили о том, что хотим улучшить нашу программу для разработчиков Мы обратились к вам за помощью на форумах, и вы дали нам 4 отзыва, которые упоминались чаще всего О настройке нашей среды разработки, о нашем магазине приложений, о наших учебных пособиях и, наконец, о нашем API Позвольте мне пройтись по ним один за другим и рассказать вам, что мы сделали для улучшения ситуации Во-первых, вы упомянули о том, что создать среду разработки было очень сложно В этом выпуске мы действительно упростили для вас настройку среды разработки с помощью программы DACA Мы создали учебные пособия, доступные как в текстовом, так и в видеоформате, и вы можете найти их на сайте разработчика Nextl.com Второй отзыв, который вы нам дали, касался магазина приложений Многим из вас с трудом удавалось загрузить свои приложения Оказалось, что отличная документация уже была доступна, но никто не смог ее найти Поэтому мы сделали ссылки более заметными в магазине приложений и документации для разработчиков И третья часть обратной связи, которую вы нам дали, заключалась в том, что не было доступно хороших учебных пособий, которые не требовали бы знаний о мозге Которые просто проведут вас по шагам создания простых приложений типа Hello World Мы все исправили, мы все исправили. Мы опубликовали пять учебных пособий Как я уже упоминала, первое учебное пособие посвящено настройке вашей среды разработки Во втором и третьем учебниках мы покажем вам базовую структуру приложения Nextcloud В четвертом учебном пособии мы пособии, мы познакомим вас с использованием Nextcloud для просмотра компонентов JS И все эти знания будут собраны воедино в пятом учебном пособии, где мы проведем вас по этапам разработки приложения, реализующего функцию интеллектуального выбора Вы, конечно же, уже видели многие из замечательных возможностей, которые может предоставить умный подборщик Но мы также сделали так, чтобы вам было действительно легко разработать свой собственный Так что нам действительно интересно узнать, какие идеи придут вам в голову Четвертый отзыв, который вы дали нам на форуме, касался наших API-интерфейсов и особенно отсутствия документации по ним В ближайшие месяцы мы будем работать над полным документированием нашего API-интерфейса, который называется открытыми сервисами совместной работы И в связи с этим я хочу сделать важное объявление Потому что благодаря этому шагу мы также в будущем сделаем возможной разработку приложений на других языках программирования, таких как PHP Таким образом, в будущем вы также сможете разрабатывать приложения для Nextcloud на таких языках, как Python или Dust Теперь вам известны наши амбиции в отношении экосистемы приложений Nextcloud И вы также знаете, чем мы занимаемся вместе Задумайтесь на минутку о том, какие функциональные возможности вам нужны в Nextcloud Затем перейдите на страницу разработчика .com of Nextcloud, где вы сможете найти все необходимые ресурсы для начала работы, включая учебные пособия Мы действительно с нетерпением ждем творческих идей, которые вам придут в голову И есть еще одна вещь, потому что мне нужно еще раз поговорить об умном инструменте выбора, который, конечно же, является действительно удивительной функцией Nextcloud Подумайте о том, что этот умный инструмент выбора мог бы для вас сделать А затем создайте свой собственный проект, используя в качестве примера наш учебник Первый человек, который загрузит в магазин приложений приложения, в котором реализована функция интеллектуального выбора, получит финансовую поддержку для проведения нашей конференции в конце этого года Спасибо вам! И я хотела бы передать это моим коллегам из компании KA Спасибо вам большое! Это просто фантастика! Я здесь вместе с половиной нашей команды, чтобы рассказать вам о десятом выпуске А не может ли это быть десятое число? А как насчет десятого улучшения? О следующем облачном офисе И это действительно фантастическое достижение в области технологий Он построен на принципах совместной работы, которая, в свою очередь, основана на технологии LibreOffice, поддерживаемой фондом здесь, в Берлине Сотни людей помогают освободить мир Ну что же, позвольте мне показать вам вот это Так что очень важно, чтобы после того, как вы объединили все свои документы, передали их в следующее облако После того, как вы загрузили все свои данные в бесплатное и суверенное федеративное облако, вы захотели сотрудничать над этим Нет, он просто стоит там и стоит Вам нужно работать вместе с другими людьми и говорить, так что мы упростили вам эту задачу Это прекрасный опыт взаимодействия с другими людьми Но позвольте мне сосредоточиться на самом прекрасном Вы слышали, как я говорил о тематизации, и теперь мы должны взять всю тематику из Nextcloud и применить ее вместе с календарем так Как она должна вписываться и ощущать себя как настоящая родная часть всего опыта Nextcloud Hub4 Конечно же, главное — это оперативная совместимость Нет никакого смысла пытаться освободить вас, если вы не можете взять с собой свои документы Вы не можете переписать эти миллионы документов, которые находятся там снаружи Автобиография, которая уже почти закончена Вы должны вставить ее в текст, так что составляя электронные таблицы, действительно важно, чтобы цифры складывались так же, как и раньше, если не быстрее и изящнее Таким образом, интероперабельность — это ключ к тому, чтобы вы могли использовать свои электронные таблицы вместе с презентациями Чтобы вы чувствовали себя как дома и были интегрированы в этот следующий карточный хаб У нас также есть компонент рисования, поэтому вы можете приносить свои физические диаграммы, создавать новые чертежи и совместно работать над ними и так далее Я имею в виду даже файл презентатора, а также смешивать, сопоставлять, копировать и распространять их по всему миру Одна из действительно важных новых функций, которую мы добавили сюда, заключается в том, чтобы действительно упростить администрирование шрифтов Таким образом, внутри ваших документов вы обычно используете текст Теперь вы увидите, что даже один и тот же текст имеет разную ширину в зависимости от того, какой шрифт вы используете Вот это уже настоящая боль Если у вас нет одного и того же шрифта, он будет иметь разную ширину Так что мы всегда могли бы с этим справиться Вы должны быть системным администратором и, знаете ли, заниматься разными вещами, а это доставляет массу неудобств Так вот, это действительно очень просто Вы можете загружать дополнительные файлы шрифтов по своему усмотрению При этом вы даже можете просматривать их красивые предварительные просмотры, а затем наслаждаться ими в своих документах по всему кластеру Еще одной ключевой особенностью является возможность обмениваться документами с другими людьми, фактически не делясь ими Позвольте мне объяснить, что это значит Иногда у вас есть действительно конфиденциальные документы, по которым вы хотите получить обратную связь Это действительно важные документы Но вы действительно не хотите, чтобы просочились ранние черновики, возникли проблемы с копированием и так далее И поэтому все, что мы можем сделать, это предоставить для этого только необходимые пиксели Таким образом, вы не сможете копировать и вставлять изображение Таким образом, вы можете показать свой последний прототип автомобиля или что-то в этом роде И просто для того, чтобы напомнить всем, кто смотрит на пиксели, что на них может быть написано ваше имя и дата Просто для того, чтобы напомнить вам, что это действительно конфиденциальный документ, не делайте скриншотов этого документа Из-за этого у вас могут возникнуть неприятности И это просто фантастика для того, чтобы соединить исследования и разработки с местом, где часто бывают клиенты, знаете ли, если вы разрабатываете продукты Вы хотите быстро замкнуть этот цикл и получить обратную связь, но вы не хотите, чтобы информация просачивалась Так что это действительно может помочь вам улучшить качество вашего бизнеса А что же еще? Таким образом, вы все время сотрудничаете и сотрудничаете в своих документах, и это прекрасно И у вас есть все эти подарки и уведомления, но они точно такие же, как текстовое сообщение в виде следующего облачного сообщения, и это здорово Так что здесь царит полное единообразие, вы чувствуете себя как дома Но рядом с вами кого-то нет, и вам необходимо сотрудничать с Кристин Хоберт Ее там тоже нет Вы можете пройти мимо, набрать пятерку, заполнить анкету, и она получит уведомления Вы сможете присоединиться к веселью и сотрудничать, отшлифовав этот документ до совершенства Конечно же, пока вы ждете Вы можете посмотреть видео, я имею в виду, что вы можете использовать YouTube, как это делают многие люди Но почему бы не посмотреть его внутри вашего документа? Именно так нужно поступить Вот это и есть форма видеозаписи Может быть и нет, но в любом случае, я думаю, что это очень полезно для презентации А что же еще? Итак, перевод на другой язык Очевидно, что для этого мы интегрируемся с Дипоу Чтобы вы могли очень быстро написать свой документ на предпочитаемом вами языке А затем, наконец, перевести его в идеальный текст на другом языке И возможно, в будущем у нас также появится что-то вроде перевода с языка гнева на дружественный язык Переводы, кто знает, с английского на английский, посмотрим Но это довольно крутая функция Еще одна ключевая вещь здесь – это управление цитированием Если у вас есть студенты, то действительно приятно знать, какая доля домашней работы студента была там на самом деле, а какая была просто скопирована откуда-то еще Поэтому управление цитированием очень важно Если у вас есть исследовательская группа, очень приятно иметь библиотеки, в которых вы можете обмениваться всеми ключевыми документами, находящимися в вашем пространстве Управлять ими и очень легко интегрировать эти цитаты Так вот, мы используем Zotero, и для многих существующих плагинов Zotero требуется Java-приложение, которое вы должны загрузить, управлять им и запускать на своем устройстве И это сводит на нет всю радость от веб-развертывания А разве не здорово развертывать приложение без необходимости ходить пешком к каждому компьютеру и получать там всю необходимую поддержку и решать проблемы? И поэтому мы обращаемся непосредственно к этому API-REST и предоставляем все его возможности И вы будете поражены, но на самом деле юристы тоже нуждаются в этом Правительство нуждается в цитатах, законы также строятся коллективно поверх других законов И действительно важно, чтобы вы могли понять, какие связи существуют между судебными делами и так далее И именно поэтому, возможно, цитаты имеют бесчисленное множество различных стилей цитирования И поэтому мы очень-очень просто изменим стиль цитирования и получим совершенно новый четкий документ в нужном формате, знаете ли, для юридического журнала А также отправим одну и ту же статью в Nature И если вы будете опубликованы в обоих изданиях, я дам вам приз Это просто фантастика Так вот, конечно же, это не было бы очередным разговором о четвертом облачном хабе без наличия умного специалиста по подбору персонала Вы обратили внимание на умного специалиста по подбору персонала? Превосходно! Это просто круто, не правда ли? Посмотрите-ка, подождите минутку И поэтому, конечно же, теперь это интегрировано и доступно в интернете Вы можете внедрять все эти хорошие вещи Вы можете делать подарки, размещать свои ссылки и так далее И это просто здорово И еще одна из особенно полезных вещей — это текстовые шаблоны Очевидно, что когда вы пишете документы, вы действительно часто говорите то же самое, что и уважаемый сэр Дада Хаймер К сожалению, у нас возникла проблема с нашим продуктом И мы получили вашу жалобу И мы очень серьезно относимся к поддержке и так далее И поэтому вы можете передать это прямо в свой документ Это здорово, что у вас все получилось А затем вы можете ввести свой собственный фрагмент текста Да, мы заметили, что часы вышли из строя или перестали работать Но когда мы их открыли, они были полны воды из ванны И это может быть причиной вашей проблемы А затем, возможно, будет проведен тренинг или разъяснительная работа Но, конечно же, мы с удовольствием окажем поддержку клиентам Мы заменили его, внесли в него изменения для вас, полиция нашла его прилагаемым и так далее Это очень помогает вам сэкономить массу времени, повысить производительность труда И просто автоматически создавать документы В таком случае вы получите два таких документа Последнее, на что я просто хотел бы обратить внимание Это то, что эта ссылка предназначена для выбора ссылок Но умные ссылки помещаются в ваш документ И это прекрасно К тому же у вас, возможно, уже есть ссылки в ваших документах Людям нравится связывать вещи между собой, и это здорово Но мне действительно приятно иметь возможность навести курсор мыши на эту вещь А затем увидеть вот этот красивый предварительный просмотр того, куда ведет ссылка Так что вам не обязательно нажимать на него Вы можете просто увидеть, как ваш документ ссылается на все эти другие документы и типы А также различные фрагменты богатого контента Которые будут представлены в следующих четырех разделах повсюду Таким образом, это действительно поможет вам понять документ в данном контексте И наладить плодотворное сотрудничество Прежде чем я представлю вам Фрэнка, которого вы должны выслушать Я просто хотел бы сказать, что мне очень приятно находиться здесь вместе с компанией Nexta Нам очень нравится работать вместе У нас большая команда, которая вместе работает над улучшением программного обеспечения И это просто фантастика создавать что-то такое захватывающее вместе Так что большое спасибо Большое спасибо Я могу просто повторить то, что вы только что сказали, это действительно здорово Наша организация так хорошо работает вместе и вместе создает отличное программное обеспечение Так что вы можете задаться вопросом, что я здесь делаю, потому что ранее сказала, что у нас есть десять улучшений Мы уже показали вам десятые из них Но на самом деле у нас есть еще одно, которое конечно же является очень важной, очень важной темой для разведки и ФБР на данный момент Так что совершенно очевидно, что за последние несколько месяцев эта тема стала очень актуальной, и она определенно улучшится и изменится И да, надеюсь, не в негативном ключе, но определенно изменит всю нашу жизнь Итак, мы в компании NEXT действительно считаем, что цель технологии, цель машинного обучения, цель всех видов автоматизации состоит в том, чтобы облегчить нашу жизнь Помочь нам снять умственную нагрузку, просто автоматизировать скучные детали, которые достигают цели технологии Но конечно же, как вы все слышали в новостях за последние несколько месяцев, с искусственным интеллектом тоже возникли довольно серьезные проблемы Я имею в виду, что в этом разговоре о том, сколько места занимают, например, все эти используемые кластеры серверов ГПА, у нас возникает полный вопрос Действительно ли ответы искусственного интеллекта точны? Некоторые из них дают вам неверные результаты, что же он делает с нашим обществом? А как насчет указания на неприкосновенность частной жизни? Если вы сейчас отправляете все наши документы в открытый искусственный интеллект, то это все равно будет безопасно или конфиденциально? Скорее всего, это не так Так что на самом деле вся эта тема, касающаяся машинного обучения и искусственного интеллекта, приносит пользу тем большим вызовам и проблемам, с которыми нам приходится сталкиваться И это поставило нас здесь, в Nextcloud, перед небольшой дилеммой Поскольку мы хотим использовать новейшие технологии, мы хотим облегчить вам жизнь и просто помочь получить от этого пользу Но конечно же, как я уже сказал, существуют проблемы, связанные с не очень хорошими вещами, связанными с искусственным интеллектом И именно поэтому после множества обсуждений с экспертами внутри компании, внешними экспертами, конечно же, вся эта информация есть в интернете Вы можете прочитать всю эту информацию вместе взятую Мы решили, что нам нужно создать основу для этичного искусственного интеллекта, в которой мы могли бы безопасно судить и отражать то, что мы делаем Является ли это по-прежнему этичным или нет, а также проверить другие решения в области искусственного интеллекта, являются ли они этичными или нет И кроме того, мы считаем, что пользователь должен иметь возможность самостоятельно выбирать, какой услугой пользоваться, а какой нет Хорошо ли это? Во-первых, мы собрали все потенциальные проблемы, с которыми могут возникнуть системы искусственного интеллекта Конечно же, первая из них — это дискриминация Об этом вы, конечно же, должны знать Если данные обучения не очень хороши, то в модели машинного обучения может быть какая-то дискриминация Это, конечно же, является проблемой Еще одна проблема, как я уже упоминал, заключается в том, что второй след может быть действительно плохим Есть некоторые сообщения о том, что, например, на новой неделе в компании Microsoft расходуется в 10 раз больше энергии, чем на предыдущей Ведь это было бы катастрофой для окружающей среды, не так ли? Тогда возникает целый вопрос о конфиденциальности Кто может получить доступ к нашим данным? Действительно ли это хорошая идея — отправить всю мою электронную почту в какой-нибудь удаленный сервис машинного обучения, чтобы в них были все данные? Или же мы можем сделать это локально на устройстве, и эта информация находится в свободном доступе? Следующий слот имеет открытый исходный код И мы очень гордимся этим и действительно счастливы, что у нас так много людей по всему миру просто используют следующий слот бесплатно в качестве решения с открытым исходным кодом И я также должен иметь возможность бесплатно пользоваться этими замечательными функциями машинного обучения Так что для нас это очень важный метод Хорошо, но, во-первых, вот в чем заключаются проблемы, но как нам действительно с ними справиться? Итак, мы сводим все это к трем требованиям, которые, по нашему мнению, необходимы нам для создания действительно этичного решения в области искусственного интеллекта Первый из них заключается в том, что код должен быть с открытым исходным кодом Говоря о коде, я имею в виду не только код, используемый для торговли моделью машинного обучения, но и код, используемый для ее использования А почему так важно иметь открытый исходный код? Очень важно, чтобы вы действительно могли видеть, как работает тренинг, чтобы вы могли повторить его, чтобы вы могли измерить потребление энергии, а также оптимизировать его Если вы будете использовать проприетарный код, то у вас даже не будет возможности узнать, что происходит Так что это и есть первые требования Вторые требования заключаются в том, чтобы модель машинного обучения была в свободном доступе Почему это так важно? Это важно потому, что вы можете взять ее и запустить локально на своем сервере Но только в этом случае данные не будут отправлены куда-то еще Поэтому наличие модели машинного обучения, доступной на местном уровне, очень важно И последнее, но не менее важное, третье требование заключается в том, чтобы данные об обучении также находились в свободном доступе Так почему же это так? Потому что только в том случае, если вы сможете заглянуть внутрь данных об обучении, вы сможете увидеть, есть ли там какая-то дискриминация И вы сможете ее обнаружить, улучшить и исправить Если у вас нет данных об обучении, значит вы действительно не знаете, что происходит У вас есть какая-то модель ML, которая дает вам некоторые ответы и вы понятия не имеете, можно ли ей доверять или нет Хорошо Итак, мы создали модель в виде набора элементов, в которой у нас есть три требования, открытый исходный код, доступная модель и доступные данные о поездах И мы создали эту систему изучения дорожного движения, в которой мы утверждаем, что это экологичное решение Если она проверяет все три галочки, то она становится желтой, если их всего две, оранжевый, если есть одна, и красный, если ничего не существует Хорошо? Таким образом, это платформа, которую мы отныне хотим использовать внутри компании, а также оценивать другие сервисы, чтобы увидеть, что там происходит И предоставить нашим пользователям выбор Таким образом, мы заверяем вас в том, что существуют самые разные вещи, и когда мы сделаем их сверх прозрачными для наших пользователей Они смогут сами решать, что использовать, а что нет Я думаю, что это просто нечто справедливое и этичное Давайте начнем немного поразмышлять над функциями интеллектуального анализа данных и машинного обучения, которые мы уже внедрили в прошлом году, чтобы побыстрее разобраться в этом вопросе Итак, как вы знаете, у нас есть эти рекомендации сверху, где вам рекомендуются некоторые сайты, которые могут быть вам интересны Это основано на поведении при обмене информации и других вещах При этом используется код и данные, которые хранятся исключительно на устройстве, что дает здесь зеленый рейтинг Таким образом, нигде больше не происходит утечки данных, не используется дискриминационное использование данных, код имеет открытый исходный код и так далее Следующая функция – это рекомендации по совместному использованию, которые вы видите здесь Вот рекомендации в тех случаях, когда вы можете это сделать, система уже предлагает некоторым людям поделиться этим документом с другими, даже до того, как они наберут первый символ И опять же здесь используется некоторый интеллект, который также является системой жадности Потому что он встроен в устройство с открытым исходным кодом и без проблем с внешними данными Таким образом, у нас есть система, в которой сеть машинного обучения фактически обучается на устройстве на основе поведения ведения журнала Таким образом, эта система может обнаружить, что этот пользователь никогда не входит в систему посреди ночи с другого континента, так что здесь что-то не так И основываясь на этом, мы можем затем отправить предупреждение, заблокировать учетную запись, триггер для защиты от аутентификации для чего-то другого И еще раз повторяю, это система машинного обучения, которая полностью работает на устройстве, что опять же является экологичным сервисом в соответствии с нашим рейтингом Давайте подробнее остановимся на более сложных функциях Наконец, мы также запустили эту замечательную систему распознавания фаз, а также модель машинного обучения, которая работает локально В нем используется около трех миллиардов доступных фаз, так что его можно проверить, и он был проверен В нем нет никакой дискриминации, и никакие данные больше никуда не отправляются И код, конечно же, является частью Nextcloud, что опять же делает его зеленым рейтингом Тогда переходим к следующему этапу У нас есть возможность распознать некоторые объекты Таким образом, основываясь на загруженных изображениях, мы можем автоматически обнаруживать все виды объектов Опять же, для этого используется набор данных Imaginate, бесплатный доступный набор данных с моделью машинного обучения на устройстве Это код с открытым исходным кодом Он снова дает зеленый рейтинг Следующей функцией, которую мы запустили в прошлом году, стала система, в которой на основе песен, загруженных в мое следующее облако Можно узнать историю песни или ее значение Информация поступает не из базы данных, но на самом деле она анализирует песню и определяет хорошо, это рок, это металл или что-то еще На самом деле это желтый сервис, потому что код с открытым исходным кодом является частью Xcloud Модель машинного обучения работает локально, но данные об обучении на самом деле поступают из Spotify, который, очевидно, недоступен Так вот, я думаю, что в данном случае это, вероятно, не является большой дискриминацией в области музыки или по закону, так что, возможно, в этом нет большой проблемы Но, конечно же, база данных об обучении недоступна Следующая функция это, конечно же, наши связанные ресурсы, где автоматически на основе файла беседы в чате или календаря отображаются другие связанные файлы Таким образом вы быстро перейдете к нужному файлу И еще раз повторяю, индикатор горит зеленым цветом, работает на устройстве, никакие данные больше никуда не утекают Итак, вот те же функции, что и в прошлом году, но я думаю, что вы здесь для того, чтобы услышать о том, какие классные вещи мы сделали на этот раз для этого релиза Поэтому я думаю, что вы можете немного присмотреться к классной зеленой штуке, следующей горячей форме в области интеллекта и машинного обучения, конечно же Итак, первое из них заключается в том, что в настоящее время мы значительно улучшаем приоритетный почтовый ящик Поскольку в дополнение к почтовому клиенту у нас есть приоритетный почтовый ящик, в котором мы показываем вам письма В которых с помощью модели машинного обучения моделируются наиболее важные для вас вещи И мы значительно расширяем эту сферу деятельности, например, принимая во внимание тематику писем И опять же, то, что работает на устройстве и не содержит никаких данных, является законным в любом другом месте Я даже не знаю, понимают ли люди, что если они смотрели последние объявления Google или Microsoft, когда они показывают все интересные вещи в этих письмах Это на самом деле означает, что все эти две компании читают все письма Так что, возможно, большинство людей даже не подозревают о том, что это происходит на вашем компьютере, на вашем устройстве Таким образом, вы будете больше спать ежедневно на многих уровнях Вторая, особенно крутая функция, это новая функция, которая позволяет автоматически классифицировать документы на основе содержимого Так что вы можете сказать, эй, я собираюсь проверить все мои загруженные документы Если они содержат банковскую информацию или номера социального страхования, или я не знаю, номера кредитных карт, или что-то еще И он действительно может только обнаружить это и пометить документы на основе этого И это, как правило, полезно, потому что вы можете использовать его в самых разных областях Например, вы можете сказать, что каждый документ, содержащий банковские данные, автоматически преобразуется в PDF с помощью нашего механизма документооборота И архивируется для последующего использования, или передается в чат для просмотра вручную, если хотите Но, конечно же, вы также можете сделать здесь немного больше, например, для Уайтли, функции нанесения водяных знаков, о которой вам следует услышать от Майкла Так вот, эта функция может быть активирована на основе текста Таким образом, вы можете настроить ее таким образом, чтобы каждый документ, содержащий такого рода конфиденциальную информацию, мог быть доступен только для чтения, например, этой конкретной группе или за пределами вашей организации А затем, если они носят конфиденциальный характер, то это все равно, что обеспечить соблюдение правил или поставить на них вот эти водяные знаки Так что есть кое-что, что вы действительно можете реализовать на основе этой процедуры сбора разведанных И последнее, но не менее важное, конечно же, вы можете ограничить доступ к документу в первую очередь Мы можем сказать, что каждый документ, содержащий, ну не знаю, номера социального страхования, может быть передан только людям, находящимся в их собственном пространстве IP-сети И только в том случае, если он не используется специальной группой адаптации или чем-то в этом роде Так что это будет полезно для того, чтобы избежать утечки данных И, конечно же, все это опять же происходит с устройства, никакие данные больше никуда не уходят Все выглядит примерно так Да, вы можете заглянуть в код, посмотреть, как он работает, и улучшить его Это совсем не похоже на черный ящик, работающий где-то в другом месте Следующая функция, которую я тоже считаю очень и очень крутой, это перевод следующего облака Перевод документов или их частей, это то, чем многие из нас занимаются постоянно И все службы письменного перевода, не все, но 99% из них, это просто какие-то веб-сервисы, работающие где-то в другом месте И я действительно не знаю, хорошая ли это идея, отправлять все наши документы или наши контракты, наши конфиденциальные данные на этот удаленный веб-сервис для перевода Поэтому мы действительно хотели сделать это лучше Программа Nextcloud Translate интегрирована во все приложения Nextcloud Вы можете просто отметить любую часть вашего документа и сверху нажать кнопку перевести, после чего у вас появится вот это приятное диалоговое окно В котором вы можете выбрать язык и способ перевода текста обратно в документ Так что это делает его просто супер полезным инструментом В данном случае используются два разных бэкэнда для первого из них, который я хочу вам показать, Dipple Это интеграция с Dipple, которая у нас здесь есть Конечно же Dipple классифицируется как красная служба, потому что код, код акций Dipple не открыт, модель недоступна А данные обучения также непрозрачны и не ясны, что там происходит Таким образом, Dipple может быть хорошим, мощным и дружелюбным сервисом, но судя по приведенному здесь рейтингу, к сожалению, не совсем ясно, что они делают с полученными данными Действительно ли результат является тем, чего я хочу? Но мы хотим сделать что-то другое, что-то лучшее, и поэтому у нас действительно есть второй вариант действий Опять же, в нем используется один и тот же диалог, который выглядит совершенно одинаково Определите нужный язык и переведите его на нужный язык А еще у нас есть система перевода с помощью машинного обучения, которую мы разработали и которая полностью работает на вашем сервере Таким образом, мы используем обучающий набор данных Opus Corpus, который является свободно доступным обучающим набором, генерирующим модель машинного обучения Которая работает на устройстве с кодом, как и все остальное, с дополнительным, конечно же, открытым исходным кодом Так что на самом деле это одно из очень немногих решений на рынке, с помощью которого вы можете переводить документы без того, чтобы данные покидали ваш сервер Так что на самом деле, я думаю, это очень важно И конечно же, это дает им право называться экологически чистой и этичной службой искусственного интеллекта Следующая функция, которую я хочу вам показать, это диктат Иногда диктовка текста, это что-то очень важное или очень полезное, и как вы знаете, мы уже показывали вам умную картинку, она работает по всему облаку Nextcloud А вот вариант, при котором он просто может продиктовать текст или здесь, например, в почте, может быть с помощью продиктованной почты И вы можете просто зайти туда, нажать кнопку, выбрать функцию диктовки, продиктовать свой текст Вы также можете на лету перевести это сообщение на английский язык, если хотите, и нажать на кнопку, после чего у вас появятся диктаторы вашей электронной почты И это также очень круто и интересно, потому что оно относительно открытое, в нем используется технология Vispor Так что вы можете использовать его через веб-сервис или интернет, но на самом деле вы также можете работать локально Таким образом, шепот это нечто такое, что определяет, доступен ли код и доступна ли модель, так что, опять же, ни одна из ваших данных не отображается где-то в другом месте Она работает на устройстве К сожалению, данные обучения не являются открытыми, что на самом деле исходит от открытого искусственного интеллекта Они не так уж часто бывают открытыми Так что данные обучения недоступны Так что там может быть какая-то дискриминация или другие проблемы, но в целом программа работает на устройстве, и никакие данные никуда не утекают Что, на мой взгляд, очень-очень важно Следующий шаг – создание изображений Конечно же, это то, что очень полезно для нас Давайте предположим, что вы участвуете в беседе, вы находитесь в чате, когда обсуждаете какой-то проект, может быть какой-то художественный проект, или вам нужно что-то спроектировать А затем вы можете сказать «Хорошо, мне нужно сгенерировать изображение здесь» И вы дадите здесь некоторые технические характеристики, какой-нибудь браслет, или «Я не знаю, вы хотите что-то сделать» И вы можете просто нажать на это, и оно автоматически сгенерирует для вас это красивое изображение в соответствии со спецификацией и поделится им прямо в чате Так вот, в этой демонстрационной версии на самом деле используется Dabi, который, конечно же, является сервисом генерации изображения OpenAI Опять же, он не такой уж открытый Доступны обучающие данные, доступен код, а то, что будет недоступно, недоступно Но если вы можете, если вы хотите это использовать, это возможно, это ваше решение Может быть, эти данные не так уж критичны, и вы сами можете решить, включать вам эту функцию или нет Но мы хотим быть немного лучше, и у нас есть второй вариант, а также мы интегрируем стабильную диффузию На самом деле стабильная диффузия — это модель, находящаяся в свободном доступе и которая может работать на устройстве Таким образом стабильная диффузия может работать на вашем сервере, и вы можете выполнять какие угодно запросы, и мы в принципе можем видеть, что мы здесь делаем Конечно, опять же, данные об обучении недоступны, но вы можете выбрать стабильную диффузию, если по вашему желанию будет сгенерировано изображение В данном случае совместное использование в канале чата Так что это очень мощный инструмент просто для проведения мозгового штурма и совместной работы в команде И еще раз повторяю, что это очень распространенный сервис, потому что он работает локально, доступна модель кода с открытым исходным кодом Давайте поговорим о последней вещи, которая, конечно же, является самой важной, а именно о генерации текста Очевидно, что генерация текста — это процесс, знакомый большинству из вас по ЛГБТ, поэтому у нас там тоже есть интеграция Где в любом месте при следующей загрузке, вы можете просто сказать, я хочу сгенерировать текст и ввести некоторые данные, и у нас уже есть налоговая декларация Но это очевидно очень полезный и мощный инструмент повышения производительности, который вы можете использовать во многих местах по всему Nextcloud Как я уже сказал, здесь в разных местах в офисе Nextcloud, допустим, вы находитесь в офисе Nextcloud и хотите написать контракт, трудовой договор или что-то в этом роде Вы можете просто нажать на кнопку «Составить проект трудового договора» и, конечно же, сразу же получить обратно похожий документ, что очевидно, очень удобно Это очень полезно Это работает и в других местах, например, вот электронное письмо, в котором говорится, что, возможно, в следующие выходные у меня будет вечеринка по случаю дня рождения И я хочу написать что-то вроде приглашения своим друзьям на вечеринку по случаю дня рождения, я просто даю эту публикацию И в ней пишется приглашение на вечеринку по случаю моего дня рождения Он, я не знаю, почему там написано, что я хочу заниматься совершенно свободным дизайном, я не знаю, я этого не говорил Изложите несколько интересных идей, но это очевидно очень и очень полезно В таком случае вы можете воспользоваться ими и в других местах Здесь, в чате, в следующем облачном разговоре, возможно, я собираюсь пригласить свою команду на статусное совещание, но я просто не знаю, как это написать И я могу сказать, эй, напишите мне сообщение для завтрашнего совещания по статусу, и это создаст легкое сообщение, которое я могу немедленно отправить команде И я получу медитацию Опять же, в других местах через систему управления проектами, нашу палубную доску, где у нас есть, например, проект, мы пишем некоторую документацию И я могу предоставить этот вклад здесь, и он равномерно проникает в план проекта для меня в нашем инструменте управления проектами, что, конечно же, очень полезно К сожалению, как вы уже догадались, это, конечно же, соответствует нашему красному сервису, потому что данные об обучении ЛГБТ совершенно не ясны, модель недоступна Код недоступен, но это опция, которую, если вы хотите, вы можете включить на ваш выбор Благодаря всем этим функциям искусственного интеллекта наша стратегия заключается в том, чтобы предоставить нашим пользователям все возможности для выбора И они сами могли бы решить, чего они хотят Но мы работаем вместе с некоторыми организациями над тем, чтобы использовать все больше и больше этих полностью этичных моделей машинного обучения и доступных функций На самом деле, в настоящее время реализуется множество инициатив Я уверен, что в течение следующих нескольких месяцев вы услышите гораздо больше от нас и от других людей Где мы хотим донести эти этические особенности до пользователей? У нас есть очень мощный инструмент, и никакие данные никуда не утекают, выбросы КО-2 сведены к минимуму, а конфиденциальность нарушена Таким образом, на этом мы завершаем работу четвертого центра наводнений Я думаю, что это действительно самый крупный релиз, который у нас был на сегодняшний день Это действительно потрясающе, что удалось сделать команде и сообществу Это действительно очень много значит для нас Если немного подвести итог, то у нас, конечно же, есть конечные улучшения, которые только что были продемонстрированы ранее, и это очень, очень мощно Благодаря более быстрой работе мы добились значительных улучшений в производительности Поддержка шифрования S1 в почте, общих почтовых ящиках очень полезна, особенно, например, в государственных организациях, где у нас есть это Люди работают с автоматическим обменом, очень часто также используются сторонники совместного использования почтовых ящиков Здесь есть соединитель Exchange, с помощью которого вы можете получить доступ к календарю и контактам с вашего сервера Exchange прямо внутри Nextcloud Очень, очень удобная запрашиваемая функция, очень важная для проектов миграции, записи телефонных разговоров, конференц-залов, настольного клиента для разговоров Далее следует отметить, что приложение Tables для структурированных данных должно заменить SharePoint, а затем, конечно же, наши инициативы в области этичного искусственного интеллекта Так что это действительно очень много улучшений Я действительно рад этому релизу А теперь я хочу уделить минутку и немного поразмыслить над тем, почему мы все это делаем в первую очередь Какова мотивация, лежащая в основе такого инструмента как Nextcloud? Что же мы здесь делаем с решениями от Google, Microsoft и других компаний, которые мы можем просто использовать? Так что для меня, когда я начал это путешествие 13 лет назад, прошло уже 13 лет, это просто безумие Для меня всегда было страшной антиутопией думать о том, что в будущем 4 или 5 компаний будут в основном располагать все информации и всеми сообщениями в чате Всеми документами, каждым электронным письмом каждого человека на планете Потому что именно здесь находится будущее, вернее то, что происходит сейчас Это действительно то, в чем я действительно не хотел бы жить, в таком обществе, в такой антиутопии И именно поэтому я подумал, что очень важно, чтобы вам понравилась следующая версия с открытым исходным кодом, которую вы можете установить децентрализованно, как вам заблагорассудится И это конечно же по-прежнему остается большой проблемой, именно поэтому мы и поступаем именно так Но мы все должны увидеть, что сейчас меняется с помощью искусственного интеллекта, потому что мы движемся в будущее, которое по сути уже наступило Эти организации не только располагают всеми нашими данными и средствами коммуникации, но и фактически говорят нам, что делать Они пишут нам электронные письма, они пишут наши контракты, они как бы рассказывают нам о том, что мы видим, что важно для вас, а что не важно Вам больше не нужно искать в гугле, вы просто задаете им вопросы, и эти компании сообщают нам ответы на все вопросы на планете, основываясь на уже имеющихся у них данных Так что для меня это действительно очень-очень страшное будущее, и это действительно то место, где мы должны что-то предпринять И многие люди считают, что только эти крупные технологические компании способны создавать мощные инструменты для совместной работы Но я думаю, что на следующем слайде сегодня мы постарались показать вам всем, что возможно создание действительно мощных и отличных инструментов совместной работы, таких как Nexlot Которые уважают конфиденциальность и этические нормы утечки данных и так далее Поэтому мы создали вот эту очень простую диаграмму для того, чтобы немного обозначить свое местоположение здесь Речь идет об инструментах совместной работы с контентом На следующей оси у нас есть мощная интуитивно понятная шкала На оси Y у нас есть шкала с учетом конфиденциальности, поскольку вы можете использовать открытый исходный код И так как мы только что слышали или видели на слайде, есть несколько организаций, которые создают довольно мощные инструменты для совместной работы Поэтому они обладают довольно мощным интуитивным интерфейсом К сожалению, они не очень хорошо осведомлены о конфиденциальности, этично или явно не имеют открытого исходного кода Но здесь есть несколько альтернатив с открытым исходным кодом, которые можно найти здесь Они определенно в большей степени заботятся о конфиденциальности, но большинство из них не настолько мощные и интуитивно понятны в использовании И то, что мы хотим построить, то, что мы строим, в то время как мы видим за пределами нашей страны следующие ценности. И вы можете спросить, как это вообще возможно, мы используем здесь особую сверхдержаву, и наша сверхдержава это сообщество. Так что мы делаем это не в одиночку. Вы можете подумать, что Dexta это всего лишь небольшая компания, выпуск которой чуть ниже 100, но на самом деле в этот выпуск внесли свой вклад более 2000 участников на JITEP. Даже не считая разработчиков приложений, которые не упоминаются, переводчиков и всех других людей. А ведь это всего лишь люди, которые вносят свой вклад в нашу работу. Конечно же других инструментов с открытым исходным кодом не существует, и мы интегрируем их, как мы уже слышали ранее. Так что это, я думаю, сверхдержава, которую мы можем использовать для создания чего-то действительно мощного и интуитивно понятного, но при этом заботящегося о конфиденциальности и этичного. Конечно же, это делает Nextклад отличным инструментом для домашних пользователей, для образования правительств и поставщиков услуг, компаний, организаций. Вот и все, что мы хотели бы предложить вам сегодня. Я хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в подготовку этого выпуска. Так что на самом деле наши внутренние команды и сообщества действительно проделали потрясающую работу. Кстати, все, о чем они упоминали ранее, все, что я показал вам сегодня, доступно уже сегодня. Так что теперь мы переходим к серии предварительных анонсов. Таким образом, все необходимое доступно уже сегодня. Вы можете скачать все это с веб-сайта в виде файла и протестировать уже сегодня. И я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы здесь, и с нетерпением жду ваших отзывов о том, что вы делаете в этом следующем облаке. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.